Обычно выступление, начиная с главного, это валовой сбор. Произошел у нас второй очень высокий урожай. По нашему расчету 145 млн зерна и 92,6 млн пшеницы. Это без учета новых территорий. Плюс очень неплохой результат. 21 млн тонн ниже, чем в прошлом, но выше, чем обычно. Тут нет зернобобовых, но зернобобовый тоже плюс, очень большой. В первую очередь за счет юга миллиона тонн. Дальше будет, потому экспорт идет очень хороший. Прежде всего за счет юга. Что касается следующего урожая, то у нас видение сейчас на основе того, что посеяли, а посеяли очень много. Вот у нас площадь, как в прошлом, как в 22 году, вот в этом вот рекордном по урожаю. 71 млн гектар, где-то намного больше, чем в 23-м, 16,4 было, когда площадь провалилась из-за того, что в центре не могли досеять. Очень много, был большой минус и, в общем, из-за этого сокращение, да, то есть это не на юге произошло. Это сокращение год назад. Сейчас все восстановилось и в плюсе сев, там, ну, юг такой же высокий, а в центре плюс, понятно, погода позволила. Плюс на Волге, хотя это там с погодой, например, никак не связано. Вот. Задел очень хороший и, в общем, даже прогноз уже близкий. Пшеницы, вот он 91,3 млн тонн, близкий к прошлому году, с высокой урожайностью, если погода позволит. Что касается там ситуации в мире, мы видим, что вот основные страны производителей, они, на половину из них идет снижение производства, да, и в сумме там здесь представлено 12 штук, да, и это наши же конкуренты в экспорте. Большинство из них, кроме там Китая-Индии, да, которые ничего не экспортируют, а только импортируют. А Китай импортирует, и Индия там ни того, ни другого не делает сейчас. Вот. И там 12 штук, из них 6 снижают производство, особенно там Россия, ну, понятное дело, там, хоть и высокая, но все равно ниже. Австралия и Казахстан, да, в Аргентине там урожай скромный прогнозируется, после провала там еще большого, да. В Китае урожай чуть ниже, но там много влажной пшеницы. Ну, в общем, в Австралии тоже урожай ниже, намного ниже было там больше 40 миллионов тонн в прошлом году, сейчас там 25 с половиной. И вот, собственно, убирает только уже Австралия и Аргентина сейчас, остальные все уже убрали. А в целом 24 миллиона тонн в минус, да, по этим странам, а они составляют 80 процентов всего производства. Да, и Казахстан серьезно вниз, из-за чего, собственно, там сейчас появился неблагой спрос на сибирскую пшеницу. Значит, что касается экспорта, ну, так как страны снижают, собственно, производство, да, поэтому снижается экспорт. Наиболее существенное там оно в Австралии, видите, тут как бы 32 миллиона. Экспорт первого рекорда уже был, сейчас порядка 18,5 миллионов тонн будет. Сезон начинается в октябре, то есть вот сейчас, да, он начался, и вот там в активную фазу вводит, экспортный ходит. Менее значительно там сокращение по ЕС, США, там, Канаде, Украине и Казахстану, да. По экспорту тоже минус 17 миллионов тонн, а это странные экспортеры, которые занимают тоже 80 процентов всего, всей внешней торговли, да. Вся внешняя торговля там 200 миллионов, они там, или 200 плюс, они там ставят 120 миллионов, но при этом цены остаются достаточно низких уровней. Почему? Потому что Россия очень серьезно стартовала, и вот за эти там первые 4 месяца, а потом и с ноябрем даже, у нас рекордная поставка на экспорт в Шинице, и плюс еще и там страны при Черноморье, Болгария, Румыния, Польша, они тоже очень активно там в разы быстрее экспортируют, и больше, чем в прошлом сезоне. Вот, все это, в общем, такое давление оказывало, ну, плюс определенные там спекуляции на биржах, которые, в общем, не отражают фундаментально балансы, да, потому что по балансу-то у нас потребление превышло производственное. И тут еще есть такой фактор, как вот то, что просто нехватка долларов, валюты многим странам. Это Египет ищет кредиты, там, другие страны, Северной Африки, импорчоры, да, и Ближнего Востока. Кредитные деньги, валюты, чтобы закупить на тендерах пшеницу, либо там ячмень, либо кукурузу. Вот, но, тем не менее, спрос достаточно высокий, Россия очень активно вывозит, причем не только в ближние страны, как обычно, а очень здорово наращиваются поставки в дальние страны, да. Ну, вот это лидеры слева, справа, как в прошлый сезон, а сейчас как все складывается. Понятно, что большинство это вот там страны, которые рядом, Средиземноморье. Ну, вот видно, что очень здорово мы продвинулись. Конглодес стал опять лидером, хотя это, в общем, такая удаленная локация, да. И Донезия появилась. Ну, и плюс вот те рынки, куда мы вышли два года назад, уже в Сауэск-Аравии, они остаются за нами. Доля на этих рынках достаточно высокая на всех. Плюс вот справа тут написано, мы там на страны американского континента зашли. Очень здорово Бразилию, Мексику. Вот туда везли больше, чем там, ну, или близко к уровню того, что завозилось за весь сезон. Вот то, что я говорил, рекордные темпы, да, зерна вывезли, там, то есть 9 миллионов тонн. Это вывезем в первой половине, по нашим подсчетам, будет 9 миллионов тонн. В прошлом сезоне 30 с половиной было, а в 20-21, когда был там предыдущий рекорд 32,7. То есть мы вот все равно остаемся рекордными темпами, везем суммарно, да. И наш прогноз, собственно говоря, на весь сезон, это 68 миллионов тонн, с учетом зерна бобовых и муки. Обычно это считают, вес это 63 миллиона тонн. Это будет очередной рекорд. И тут надо упомянуть, что вот огромные темпы они наблюдались вплоть до октября. И вот в августе вывезла Россия впервые в своей истории 7 миллионов тонн зерна. В сентябре потом 6,8. 5,4 пшеницы, такого никогда не было. В месяц столько не возили никогда. Зато вот в ноябре произошло снижение очень существенное по погоде, в первую очередь. Во-вторых, продажи с российской пшеницы, они снижались, потому что по тем ценам, которые предлагались, они там были 225 и ниже. Собственно, с нашей стороны предложений не было. Продажи снижались. Ну, плюс еще погода поспособствовалась, и все это там с пиков упало аж на 1,5 миллиона тонн. В зерне там и пшенице так же, даже на 2 миллиона, по 5,5 экспортируют, а тут 3,5 в ноябре. Вот, то есть, вот тут рекорд, тут как бы минимальное значение. Собственно, это, наверное, не наверное, а помимо того, что имеет место рост спроса, который сейчас тендеров много проводит, на Египет тоже проводит, там, Налжир, Гладеш, все страны импортеры. Плюс еще вот это падение экспорта произошло из России, а это основной пшеник номеров рынок. Как вы видели из предыдущих диаграмм, лидер, который там отрывается от 2-3 места на десятки миллионов тонн в разрезе года, соответственно, это повлияло на цену, и она начала, наконец-то, расти на пшеницу. Из ниши надо выделить горох, который вот в основном с юга ушло там миллион тонн, из миллиона 300 по ноябре, по нашим подсчетам, всего, наверное, уйдет там до 2,5 миллионов тонн гороха. Опять же, основная часть это юг, южные регионы, через южные же порты, на фоне вот этого роста производства, о котором я говорил. То есть у нас рекордные темпы, видимо, рекорд по зерну будет поставлен в целом по сезону. Соответственно, так как этот вывоз идет, так как спрос при этом нарастает, мы видим, что последние вот эти месяцы мы видим прирост цены, наконец-то, это вот Россия такая вот зелененькая, да, прирост цены, вот она там, 2,25, сейчас уже речь идет о том, что, и вот, смотрите, она, как она падала фактически, да, тут, в общем, никаких особых всплесков, аж там с... Начало же прошлого сезона такая тенденция, да, падение, несмотря на то, что там сезонность должна быть определенная, но рекорд на урожай, рекорд на экспорт, огромное давление, и, в общем, надо вывозить, и, в общем, цена фактически там вплоть до... вплоть до последней времени, там, падение, там, крокковрильные всплески были, там, в августе, сентябре, но в целом опять падение. И вот сейчас опять вот этот вот рост пошел, и, видимо, здесь 40 фоп, и, в общем, мы наверняка увидим и выше, потому что, так скажем, рынок мировой, он, и импортеры приходят как в сознание того, что все-таки пшеницы, потенциал основных стран, он ограниченный, и на всех не хватит, то есть это не какой-то избыток, да, соответственно, стоит уже, в общем-то, демонстрировать более высокие цены. Китай вышел очень активно, да, вот в последнее время, там, 2 миллиона тонн почти американской пшеницы купил, хотя этого никто не ожидал, да, ну, в общем-то, такие, что такие объемы будут куплены. США в Китае продает, но каждый год, как и Канада, вот, но такой объем, и сразу там за неделю половина из 2 миллионов тонн, вот миллион тонн был, это было очень неожиданно, рынок на этом начал расти, вот, Египет вышел, купил сразу 400 тысяч тонн, там, наши пшеницы за 2 тендера, через 20 тысяч и еще там 120 тысяч, перед этим 540 тысяч тонн из России, плюс там другие страны выходят, тендеры проводятся, Бангладеш, там, Тунис, Алжир, вот, ряд из них мы экспортируем активно, вот, соответственно, это все стимулирует рост цен. Это пока не отразилось внутри, потому что уже многие объемы были откуплены, плюс определенные, там, укрепления было рубля, изменение ситуации на мировом рынке, там, интервенция внутри, она должна, в конечном счете, наверное, сказаться и здесь, на юге, с точки зрения, там, более высоких цен, да, потому что мы видим, что вот это падение, опять же, шло, там, в целом, прошлый сезон, там, август, сентябрь еще как-то, цены подросли, более-менее, на СПТ, серьезно, да, там, когда они, там, достигали 16,5-17 тысяч, потом это все, в общем, ушло, из-за огромного, вот, этого вала, рекордные темпы экспорта, в общем, не позволяли все равно снижать давление на внутреннем рынке. Соответственно, если уже в железную дорогу перейти, плоскость, да, то были рекорды эти в экспорте, соответственно, естественно, они не могли не отразиться на ЖД, то есть, вот, видите, что при черной столбце с сентября месяца 2,3 миллиона тонн стабильно, а то и выше, вот, по ноябрь даже, который в целом экспорт упал, все равно, по железной дороге, очень много везут, и, в общем, рекорд уже, там, под 11 миллионов, там, вывезли зерна по ЖД, это в полтора раза больше, чем в прошлом сезоне, и выше максимумов, там, на 10%, которые были в 20-м году, то есть, темпы очень высокие, выйдем мы, там, наверное, на 23 миллиона тонн, предыдущий, там, рекорд был 19, да, в 20-м, 21-м, и доля будет очень высокая, видимо, там, порядка 37%, и это все везется не только из удаленных регионов, так называемых, не только, вот, слева вы видите, там, центр, везет центр Федерального округа, Приволжский, Федерального округа региона, где, вот, рост, там, в 1,6, в 1,8 раза, но и юг тоже, ЮФО, СКФО, тут, в сумме, да, даны, тут тоже очень высокие темпы, невиданные темпы вывоза, там, на 30% больше, чем в прошлом сезоне, вообще, там, чем вообще, там, последние годы, то есть, ЖД-транспорт на расстояниях, там, более длинных, то есть, каких-то частей Ростовской области, на Новороссийск, там, из Ставрополя, да, он конкурирует с авто, понятно, что в целом в объеме, это, там, юга, это, там, порядка, там, до 10% ЖД занимает, да, но тем не менее, в абсолютных цифрах, это, там, серьезные для железной дороги, перевозки, да, в целом, там, ну, кстати, вот, надо отмечить, что Ростовская область последние два сезона очень активно ПЖД везет, конкурентным стало, там, направление Новороссийское, конкурент по отношению к Кавказу, в том числе, потому что на Кавказе, там, вот эти все проблемы, с точки зрения задержки в отгрузках, связанные со СВО, в том числе, да, на Кавказе сложнее стало и дольше грузиться, из-за этого медленнее, там, идет весь этот поток, вся эта логистика, с малой воды на рейд, и потом уже, там, с рейда дальше, да, караваны надо проводить и так далее, там, Керченский мост, Крымский мост, собственно, требует мир безопасности, соответственно, еще там удлиняется вся эта история, ну, вот, Новороссийская цена часто конкурентнее, с точки зрения цены и потока туда, там, из той же Ростовской области. Вот тут, наверное, все, что я хотел рассказать, максимально захватить основные темы, коснуться Юга более подробно. Вопрос в том, что, ну, главное в том, что новая продажа, это под новые цены, мы еще 2,40 видим, будет и 2,45, будет какой-то момент, и 2,50, 2,60, фу, да, 2,70, может быть, да, на всей этой истории, потому что, я говорю, что ситуация, вплоть до последнего времени, она никак вот не отражала на сцену на нашу пшеницу, вообще там, фундаментальные какие-то вещи, которые на рынке, в целом, имели место, да, потому что есть серьезные провалы в других странах, в производстве и по экспорту, а это, ну, вот, первый Китай, там, да, привез, как-то, в том числе, уже остальные, там, параллельно страны, североафриканские, азиатские страны, да, начали уходить на тендере и давать более высокие цены, потому что давать цену, как она раньше, да, там, на уровне даже российские предложения, их уже нету, в то мере, как раньше, то есть, это, там, причерноморская пшеница, особо уже конкурирует, там, не Румыния, не может предложить, вот, мы иногда видели, да, там, цену схожую с Россией, это при том, что рост случился, да, но они уже еще выше, просто, да, там, все эти цены котируют, и еще выше, чем Россия, еще активнее поднимаются, вот, поэтому, ну, понятно, что много уже откуплено, да, просто в дальнейшем мы, да, мы должны увидеть, и на внутреннем рынке движение нормальное вверх. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!